Нерюнгри – второй по величине город в Якутии. Здесь есть где работать, проводить время с пользой для здоровья, для желающих открыт крупнейший на Дальнем Востоке стадион «Горняк» и горнолыжная база, на которой тренируется российская сборная по биатлону. А также гулять, благо, вокруг тайга, а в 40 километрах от города – база отдыха с теплыми источниками на ход. Климат здесь менее суровый, чем в более северных частях республики. Ну а церковная жизнь в Нерюнгри бьет ключом. Православная община была создана в 1986 году. С 1988 года был официально зарегистрирован приход в честь Казанской иконы Божьей Матери. И в этом же году было выделено помещение под молитвенный дом. Пока единственный действующий сейчас храм Казанской иконы Божьей Матери во время служб переполнил, люди стоят на ступеньках и во дворе. И в этом году храм отмечает свой юбилей. Наш храм Казанской иконы Божьей Матери города Нерюнгри отмечает свое 30-летие. Конечно же, задолго до 1993 года в нашем городе уже существовала и действовала церковная община. В 1986 году была открыта община и в 1988 году была зарегистрирована православная община в честь Казанской иконы Божьей Матери. И уже с этого времени в храме, в приходе действовала и воскресная школа, священнослужители совершали богослужения, совершали таинство окрещения. Но в 1993 году храм был построен и 4 ноября освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери. Строили храм, как говорится, всем миром. Жертвовали и предприятия, и жители города Нерюнгри. После постройки храма в последующие годы были построены здания воскресной школы, часовня, сторожка и дом церковного притча. Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери имеет два престола. В честь Казанской иконы Божьей Матери это верхний храм, и в честь преподобного Серафима Саровского. Это нижний предел. Конечно же, 30 лет это совсем небольшая история храма, но за эти годы очень многие и священнослужители, и прихожане, храмы и сотрудники внесли свой большой вклад для того, чтобы наш храм, наш приход развивался. И тому свидетельство наш красивый храм, большая территория, благодаря которой у нас есть парк, где многие жители города могут провести свое время, спокойно погулять с детьми. В храме действует и воскресная школа, и трапезная, и просворная. В нашей просворной мы делаем просворы для всех храмов нашего благочиния. И кроме того, конечно же, в нашем храме были такие знаменательные события, как принесение Почаевской иконы Божьей Матери, как множество православных молодежных съездов, и других событий, которые были очень важны для верующих жителей нашего города. При Казанском приходе открыты и действуют библейско-богословские курсы для взрослых. В составе курсов преподаются священное писание Ветхого и Нового Завета, литургика, история церкви, сравнительное богословие и догматическое богословие. Также действуют курсы церковного пения. А для детей действует воскресная школа. Занятия проводятся каждое воскресенье. При воскресной школе созданы и работают видеотека и аудиотека. Также для прихожан и жителей города работает библиотека храма. Многие нерюнгринцы с удовольствием принимают участие в службах, а некоторые даже нашли свое призвание, работая при храме. Я с радостью несу свою миссию, потому что это единственное место, я поняла, где можно иметь и друзей, и спасение, и ответы на твои вопросы. И здесь, правда, семья. Бывает, конечно, как в семье трудно, и сложно, и проблематично, но это, правда, семья. И все, когда помогут, и в трудную минуту не бросят. Вот поэтому пришла я не из-за каких-то особых причин, просто стала ходить в церковь. Все. Потом доказалось, что я тружу здесь. Вот уже 10 лет. Ну, так как-то все. В 2012 году открытой действует социальная благотворительная трапезная для бездомных и малоимущих. И большим подспорьем стало приусадебное хозяйство, в развитии которого любой желающий может внести свою посильную энергию. Решено завести хозяйство для того, чтобы в храме были свои куры, гуси, утки. Куры несут яйца, и наша трапезная пользуется этими продуктами. У нас также есть теплица при храме, где мы содержим огурцы, помидоры выращиваем. И все это дает пользу нашим сотрудникам храма трапезной, где все мы питаемся за одним столом. Зимой мы, конечно, их закрываем в курятник, который у нас специально есть. Они там живут зимой, им там тепло, хорошо. Мы их кормим, и, конечно же, они с нетерпением, как и все мы ждем, они ждут лето. И наслаждаются этими днями. Но и зимой там им тоже очень хорошо. И, конечно же, все это и радость взрослым и детям, которые приходят сюда, чтобы посмотреть, покормить наше хозяйство. Шли годы, и в 2008 году было принято решение о строительстве храма в честь святителя Николая Чудотворца. Из-за финансовых трудностей строительство откладывалось более 10 лет. К реализации проекта приступили только в прошлом году. И сейчас, благодаря меценатам и благотворителям, стройка идет полным ходом. Вместо первоначального деревянного проекта появилась возможность построить основательный каменный храм в духе северной архитектуры с прилегающей территорией и духовно-просветительским центром. Начало строительства торжественно благословил архиепископ якутский Еленский Роман. Еще в далеком 2008 году было на этом месте запланировано строительство Никольского храма. И долго мы ждали этого события. И в 2002 году, 2 февраля, по благословению нашего владыки и архиепископа якутского Еленского Романа было принято решение о начале строительства храма. И к нам обратилась компания «Газпром Инвест», которая предложила свою помощь в строительстве Никольского храма. Они предложили свой проект, и мы согласились, и по благословению нашего владыки началось строительство храма. Конечно же, мы выражаем искреннюю благодарность компании «Газпром Инвест» и руководителю фонда «Символ веры» Ильи Николаевичу Козлову. Никольский храм возводится на самой высокой точке города, на пересечении проспектов Ленина и Мира. По словам представителей подрядчика, строительство такого, по-своему уникального объекта, не доставляет никаких трудностей. Ну, так как наша компания занимается уже не первый раз строительством, реставрацией, а также проектированием объектов культурного наследия, а также которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Стройка у нас происходит согласно план-графику. Сложностей, как таковых, нет. Планируем в этом году закончить тепловой контур. Это залить главный свод, выставить кресты. Возможно, даже поставим колокола, систему электронный звонарь. Подведем сети, а также начнем работы внутри храма. В связи с тем, что уже зима, снаружи будут производиться у нас работы, это по окрытии кровли. И, возможно, сделаем максимальные тепляки для того, чтобы выполнять наружную работу, а именно покладки облицовочного кирпича. В следующем году у нас запланировано благоустройство, завершение внутренней отделки, живопись, ну и, естественно, сдача в эксплуатацию и запуск. Никольский храм, как, впрочем, и все объекты, построенные компанией-подрядчиком, уникален. В проекте были учтены все пожелания как по внутренней планировке, так и по строительным и отделочным материалам. В основном все у нас перемычки – это арочные, с кирпича. Вот, это у нас первый этаж. Здесь слева у нас будет церковная лавка. Здесь, с правой стороны, подъем на второй этаж, винтовая лестница, выход на хары и колокольню. На данном период времени у нас там еще стоит опалубка. Это у нас опорная конструкция металлическая для того, чтобы выполнить опалубку главного свода. Свод у нас имеет высоту 5 метров. Это сам свод плюс горлышко. Но будет достаточно красиво. Учитывая, что все работы идут строго по графику, новый храмовый комплекс распахнет свои двери для всех желающих уже к декабрю следующего года. Все рабочие у нас уже не первый раз уже, как таково, принимают участие в строительстве таких зданий, а именно с нуля. Начиная от котлована и заканчивания запуска объекта в эксплуатацию. Вот, все специалисты у нас своего профиля. Самое главное у нас на стройплощадке – это трудовая дисциплина. Вот, также мы еще добираем сюда специалистов по планируемым работам, а именно там по кровле. На данный момент, если мы с вами обратим внимание, стоит машина, это прибыл у нас строительный материал для критик кровли, уже полностью готовленный, обработанный. Там клееный брус, балки, ну и тому подобное. Объекты мы уже строили с нуля, тоже я не побоюсь повторить. Здесь, да, есть своя особенность, а именно по краю – это сейсмические. Сейсмические, получается, у нас составляющие, что нужно было здесь переделать полностью фундамент, востроить, усилить его. Ну и, естественно, согласно климатическим условиям, это выполнить наружные контуры, для того, чтобы было впредь комфортабельно и потреблять меньше энергоресурсов. И содействие простых жителей, и вклад в благое дело крупных предприятий, безусловно, стали большим общим делом. Ведь храм – это не стены, это люди. И Никольский храм станет настоящим подарком всем нерюнгринцам и гостям столицы Южной Якутии. Да, мы сейчас с вами были на месте строительства храма, внутри будущего храма. И мы видели, что этот храм будет небольшой, но будет очень уютный. Он будет расписан. И, наверное, уникальность этого храма – то, что непосредственно из храма верующие прихожане, сотрудники храма смогут попасть в трапезную и в административное здание. И также будет колокольня, клирос, где будет петь хор. И этот храм будет не только местом молитвы, местом, где будет совершаться богослужение. Этот храм еще станет достойным украшением нашего города.